итак коллеги добрый вечер надеюсь что меня видно слышно еще раз прошу прощения за технические неполадки вот буквально пять минут назад сидел все было нормально и сейчас что-то как-то все плохо работает так саша сейчас к нам присоединиться я надеюсь давайте будем сегодня смотреть и кг как всегда присоединяйтесь подключайтесь общаться мы будем с вами через комментарии в моем последнем посте там где наша с сашей фотка так сейчас мы сашу так саш давай чего-нибудь нам скажи так все я я тебе разрешил говорить саш давай так все сейчас скину так сейчас саши скинем ссылочку так так все саш я тебе скинул ссылку давай заходи не знаю то ли это телега не тянет мощность то ли что что случилось так мне сейчас слышно да саш да слышно вот он я только пока без камера потому что я сейчас с телефона зашел но я буду хорошо буду как-то придумывать хорошо так коллеги всем добрый вечер третий раз сегодня что-то у нас какие-то проблемы странно видимо телега телега не тянет видимо вот странно вообще раньше все было нормально так ну давайте уже будем начинать тогда посмотрим кардиограммы так первая кардиограмм к вот такая меня давно я уже просили разобрать скорость 25 здесь так читаю анамнез так анамнез анамнез мужчина 37 лет на протяжении на протяжении недели жалобы на постоянную давящую боль в грудной клетке иногда колюще с физической нагрузкой не связано артериальное давление выше 130 на 80 не повышается перебои в работе сердца тахикардию отрицает в анамнезе есть остеохондроз грудного отдела позвоночника и протрузия шестого седьмого грудных позвонков вот вот такая вот кардиограммка так свои комментарии так свои комментарии пишите в комментарии в комментариях к последнему посту это каламбур получился если честно да очень интересная пленочка пишите ребята тут есть что обсудить тут есть что обсудить да ну а другого я здесь не ожидал такие пленки это вам не поликлиника а вот эта синяя полоска это что означает что пленка скоро закончится да да это чернила которые обычно или синего или зеленого или красного цвета они говорят о том что скоро конец пленки так коллеги ваши варианты пишите пишут что подвисает подвисает да Саша тебя подвисает тоже мне не подвисает мне не подвисает мне не подвисает ну народ пишет как правило минут две точно подождать надо будет пока народ подумает так вот уже написали синусовый ритм 75 у вас нормальное увеличение лево предсердия так евгений написал так изменение в нижней стенке лево желудочка так так не специфик вот эндира написала не специфические изменения стт в отведениях нижней стенке так сегодня у меня прикинь саш не только камера сдохла но еще и лампа за моей спиной тоже сдохла печально не мой день не мой день не мой день сегодня точно не тот а зачем ЭКГ на вдохе делать что мы хотим увидеть что изменятся не специфические изменения я немножечко не понял но наверное хотели посмотреть как пойдет себя комплекс QRS в третьем стандартном отведении ну а клиническое значение но может быть имеется в виду позиционный может быть не только Q но и T в третьем есть такое подсказка в АВЛ как бы ну да ну да коллеги давайте еще опишите в своей версии но пока не менее надо некоторое время ребята сориентироваться да так сейчас сейчас тут пишут как вступить как вступить сейчас сделаем даже нарисуем так красненький вот так так по боковой стенке вот так сделаем прирожденный художник да Пикассо если не заходит напишем да перезайдите перезайдите просто в телерам перезагрузите заново перезайдите как правило большинство ошибок это снимает если что-то не получается то это скорее всего что-то уже от нас не зависящее да так ну что я думаю что тут уже написал все кто вот Александр пишет повреждение высокий боковой отдел кто начнет комментировать давай ты давай ты давай я начнем что-то не мой день сегодня не давай я лучше а то опять не специфически увидим давай начнем с ритма как всегда ритм и синусовый что подразумевает синусовый ритм вообще наличие зубца П уже говорит о том что ритм у нас задействует предсердие задействует предсердие но нам надо понять ритм синусовый или предсердный здесь два варианта есть для того чтобы понять синусовый ритм нам нужно увидеть определенные критерии характеристики направленности характеристики направленности зубца П в каких-то из отведений синусовый ритм характеризуется наличием зубца П во втором стандартном отведении положительную и в первом стандартном отведении положительную но при этом в первом И во втором они могут быть равны по амплитуде. Или во втором отведении по амплитуде больше, чем в первом. Следующий критерий. Отрицательный в отведении АВР. Следующий критерий. Постоянный в своей морфологии. Здесь зубец П постоянный по морфологии от цикла к циклу. Стало быть импульс исходит из какой-то одной области. Следующий критерий это положительный зубец ПВ3-В6. Это обязательные критерии положительного зубца П при синусовом ритме. Он должен быть положительный в этих отведениях. Да, он должен быть положительный. У меня уже сегодня целый день не должен начать нести. Я извиняюсь заранее. Вот, потом. Если критерии синусовости не выполняются, то, что я перечислил, значит ритм предсердный по умолчанию будет. Следующий момент это частота. Здесь скорость развертки 25. Что нас интересует? Нас интересует формула подсчета ЧСС. ЧСС равно 300 разделить на число больших клеток между комплексами QRS. В данном случае здесь 4 больших клеточки. 300 на 4 это 75, если мне память не изменяет. Электрическая ось сердца здесь не отклонена. Положительный комплекс QRS в первом и АВФ. Она точно не отклонена. Но я скажу примерно, она где-то может быть плюс 30 где-то так. Где-то так, на глаз. Что на себя обращает внимание? Это глубокие отрицательные зубчики Т в третьем АВФ. Если вы видите депрессию с Т-сегмента. В основном коллеги обратили внимание на нее. Правило следующее. Ищите подъемы на противоположной стенке. Например. Какая противоположная стенка нижней стенки? Боковая, наверное. Скорее всего. Боковая, да. Боковая, я имею ввиду, если в рамках системы координат Белли разбирать, то третье стандартное, оно зеркально АВЛ. Стало быть, если непропорционально высокий зубец Т в АВЛ, значит будет рецепрокная депрессия в третьем стандартном отведении. Правило зеркальное, как правило. Правило зеркало, я хотел сказать. АВЛ и третье стандартное напротив друга расположены. Если подъем в АВЛ будет, то депрессия в третьем стандартном. И наоборот. В третьем подъем АВЛ депрессия. Также на себя внимание обращают можно на грудные, пожалуйста. Да, давай. Народные. Ну, здесь, конечно, сильно не обращают на себя внимания такие зубчики Т. Они могут быть и в норме. Но, а сколько лет здесь? 37. 37. Ну, до 40 лет у мужчин зубец Т, может быть, и подъем из Т-сегмента может достигать 2,5 миллиметра. Это может быть нормой. Можно, пожалуйста, еще на стандартные тогда переключить? Обращаю ваше внимание, что вот отведение АВЛ особенно, отведение АВЛ больше всего интересует. Да. Я бы на твоем месте сейчас взял какую-то рисовалку и показал признак Джонсона, по-моему, это называется. Что это такое? От верхушки зубца Т, если прочертить линию. Ну, понял, да, о чем я говорю? Тут надо не на словах, а нарисовать. Давай, это в АВЛ именно ты хочешь? В АВЛ именно, да. Давай. От верхушки зубца Т, что там, куда? От верхушки зубца Т до точки Джей. Там должна получиться прямая линия. Зубец Т здесь явно не пропорционален по отношению к своему комплексу КЮРС. Он большой очень. Ну, да. То есть он коронарный, скорее всего. Вот так, да? Фактически прямая линия. Фактически. И такого в норме быть не должно. Это называется признак Джонсона. Но при таком признаке должен быть глубокий отрицательный зубец Т в нижних отведениях. Ну, в частности, третьим стандартным. Там самый глубокий зубец Т. Да, 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 согласен. А если бы на противоположной стенке не было бы таких подъемов, то да, мы бы, скорее всего, могли говорить, может быть, о неспецифических. Хотя неспецифические изменения, скорее всего, не были бы такими глубокими. А если были бы, то стабильные во времени. Конечно, данная КГ согласуется с картиной, на мой взгляд, высокого бокового инфаркта. А может быть, начинающийся субтотальный стеноз или уже закрылась полностью лево-передняя нисходящая артерия. Может быть, в проксимальных ее сегментах. Да, тут и огибающая, может быть, вполне. Да, может, проксимальный огибающий. Там, может, и огибающая. Да, может, и огибающая, конечно. Еще, конечно, хотелось бы сказать парочку моментов. Можешь, пожалуйста, к параметрам ЭКГ? ЭКГ. Это кардио в какой? 0.1РД, да? РД. Значит, рифтремор стоит. А вот частота среза фильтров не написана. Оно на... Нет, нет. Тут нет. Они же на стройках, по-моему, там частота среза. А вот сигнал, биосигнал чуть-чуть, скажем так, грязноватый в кавычках, потому что гуляет изолиния. Ну, это ОГО-1, П-2, скорее всего, там проблемы какие-то. Ну, да, да, смотри, он тут. Ну, я предположу, что здесь все-таки тонкие намеки на высокий боковой инфаркт. Что тогда делать? Как это исключить дело? Один из маркеров или красных флажков – это изолированная элевация в отведении ВЛ. Увидели эту элевацию, регистрируйте грудные отведения на 2 межреберия выше. На 2 межреберия выше. Будут подъемы там. У меня все. Так, я тогда сейчас от себя добавлю. Я, в принципе, согласен с тем, что Саша сказал. Я добавлю просто от себя. Если вот по-простому, да, допустим, человек работает на скорой, да, там нет времени вот этим всем заниматься, то можно просто вот так сделать, да. Вот вы возьмите, приложите линеечку, да. Я сейчас красным возьму, да, и вот изолинию посмотрите. Да, вот уже заметите, что, во-первых, в первом есть небольшая элевация, да, вот она. Чуть-чуть тенденция, да, к подъему, да. И, во-вторых, здесь есть, Саша правильно сказал, в АВЛ, да, вот она. Вот здесь уже прям четко видно, да, на 1 мм здесь есть элевация, вот она. Да, только важно считать, важно еще искать такую же элевацию в противоположных отведениях. Если это боковые отведения, в нижних искать, это важно. Да, да, согласен. И, да, Саша говорил о том, что вот у нас получаются реципрокные изменения по нижней стенке, да, депрессии. Вот. Вот о чем говорят подъемы, да, в боковых отведениях и реципрокные изменения в нижней стенке. Я с Сашей согласен, здесь острые очаговые изменения по высоким боковым отделам. Поэтому здесь надо этого человека обследовать, тропонин у него взять как минимум, да, УЗИ там сделать и так далее. Может, у него там зона гипокинезии и вообще как бы готовить его к стентированию, может быть, придется и так далее. Ну, смотря, да, какая ситуация, смотря, сколько времени прошло. Поэтому здесь, я думаю, надо исключать острые повреждения миокарда. Так, что нам коллеги пишут в комментариях? Так, ну, все то же самое, да, повреждения, высокий бок. Ясно. Так, если, коллеги, вопросов больше нет, ставьте плюсик или пишите дальше, и мы с вами пойдем к следующей кардиограмме. Здесь в любом случае надо исключать инфаркт. Повреждения по боковой стенке здесь есть, высокое повреждение. Так. Ох, ничего себе тут кресты какие наставили. Так, хорошо. Поехали тогда дальше. Так, что-то качество. Качество моего видео не улучшилось. Так, хорошо. Будем, значит, так работать. Так. Такая вот кардиограммка. Так, это скорость у нас 50. А я уже знаю, что здесь. Да. Да, ты прав. Давай я прочитаю анамнез. Для коллег анамнез надо прочитать. Так. Так. Мужчина 60 лет. Приступы сердцебиения, они его беспокоят периодически. Частоты у него бывают от 160 до 190. И периодически сопровождаются приступами маргании Адамса Стокса. То есть, человек падает в обморок без сознания, когда у него начинаются вот такие вот вещи. Хотя, на мой взгляд, называть их маргании Адамса Стокса не совсем правильно, потому что, ну, обычно маргании Адамса Стокса на брадикардию приходят. Ну, я что-то услышал, на любой дисритме можно называть, но информация неофициальная, если что. Да. Так, коллеги, пишите свое мнение, что здесь на кардиограмме. Скорость 50. Скорость 50. Я, кстати, не видел эту кардиограмму, если что, но я сразу понял, что здесь. Сразу понял. Ну, да. Я, кстати, когда-то хотел строить такой вот формат, типа, спидран по играм есть, да, и я хотел сделать спидран по ЭКГ. Серьезно? Да, была мне такая мысль. Ну, некоторые ЭКГ, я действительно, что так задумывался, более минуты и на спидран это не катило. Слушай, ну, ЭКГ есть прям вообще сложные, то есть, как бы, ну... Не, это не сложные ЭКГ. Ну, это понятно. Вообще, вот, если ты хочешь как бы спидран устраивать, ну, есть ведь вообще сложные кардиограммы, а есть попроще, то есть, тут тебе надо просто поискать ЭКГ, которые, ну, не очень сложные, может быть, на них потренироваться. Ну, может быть, конечно, потому что, если затормозить на 2 минуты на 1 ЭКГ, это уже из никаких не спидран, это не ясно что. Не, интересная тема, но это так, пока все на уровне, а может быть, как-то это осуществить. Ну, ладно. Что касательно этой ЭКГ, так, смотрим. Ну, тут пишут, что АВУРТ, АВУЗЛОВАЯ РЕЦИПРОКНОВАЯ ТАХИКОРДИЯ, кто-то пишет, что ВПВ, вот, кстати говоря, надо проверить будет. Ну, там интервал, этот, РПШТРИХ надо считать, если более, там, сколько, 90 миллисекунд или 70 миллисекунд. Да, 90-го. Давай, кстати, посчитаем, да, давай, какие проблемы-то, в принципе. Сразу тогда и скажем ребятам, как бы, что это, какие проблемы. Значит, коллеги, вы абсолютно правы, здесь АВУЗЛОВАЯ РЕЦИПРОКНОВАЯ ТАХИКОРДИЯ, но мы с Сашей хотим посчитать интервал РП. Интервал РП считается от начала зубца Р, да, то есть от вот этой линии, до начала отрицательного П, то есть вот до этой линии. Тут, Саш, три клетки. Три клетки на скорости 50. Что, 20 миллисекунд? Ага. И что вы мне хотите сказать, что это, как ее, порт, парсизмально-ортодромная? А для ортодромной здесь частота небольшая. Так, это что получается? 0,12. Ой, 0. Ну, тогда какая-то, может быть... Подожди, подожди, мы с тобой неправильно посчитали. Три умножить на 0,02 будет 0,06. Ну, тогда... Тогда это АВУРТ. Какая-то СЛОУФЕСТ тогда. АВУРТ СЛОУФЕСТ тогда получается. Да. У нас с тобой что-то с математикой, да, ты сказал, да, 120. Я думаю, е-мое, что-то много как-то. А я визуально... Я вот, когда я его видел, я вот этот ретрадный спец... Понимаете, сейчас мы вам покажем, где он находится, где он спрятался. Я его сразу увидел. И визуально я даже вижу, что здесь меньше 120 миллисек. Ну, конечно, конечно, конечно. Давайте на увеличить, потому что если смотреть с телефона, ничего не увидишь здесь. Да, да, сейчас я увеличу, да, сделаю покрупнее. У меня просто рисовалка, она, видишь, каждый раз заново приходится ее включать. Ну, да, да. Да, вот хорошие, красивые зубчики П. Отлицательные. Раз, два, три. Ну, кстати, четыре. Кстати, четыре клетки. Четырежды два – это 80. Все равно. Все равно, да. Все равно. Так. С фиксированным проведением. Вот, Евгений, кстати говоря, молодец, написал. От начала QRS до ретроградного П примерно 70-80 миллисекунд. Да, молодец. И нас, кстати, исправил, да. Так. О, Мария. Мария, спасибо вам большое за поддержку. Мария прислала мне донатик. Спасибо, Мария. Очень приятно. Каждый стрим мне Мария присылает донаты. Очень приятно. Вот, видимо, благодаря донатам от Марии и от других ребят я себе куплю новую камеру, чтобы нормально. Ну, наконец-то. Или проведешь хороший высокоскоростной интернет? Не, у меня интернет нормальный. У меня два гигабита. А, ну, можно. Да, то есть тут дело или в камере, или в телеге, которая не пропускает просто поток. Ну что, коллеги, здесь, я думаю, понятно. Здесь slow fast, да, тахикардия. Значит, почему slow fast? Давайте я вам нарисую. Саша все абсолютно уже правильно сказал, но тем не менее, да, я вам сейчас объясню, раз мы здесь, у нас есть зрители разного уровня, да, по ЭКГ, не все понимают. Значит, у нас есть АВ-узел, да, вот он. Если мы его разрежем, да, и посмотрим под микроскопом, есть несколько путей, да, есть путь альфа, это медленный путь, назовем его slow, да, чтобы не писать долго слово медленно. Да, есть бета-путь, это быстрый путь, fast назовем, опять же, для скорости. Так вот, если у нас импульс идет вперед, да, по медленному пути, он у нас возбуждает желудочки, появляется комплекс QRS, да, а потом очень-очень быстро возвращается по быстрому пути обратно на предсердие, да, и у нас появляется вот этот вот отрицательный зубец P. Поэтому вот эту тахикардию, ее называют slow fast. Или fast, как вам больше, какой вам английский больше нравится, да, британский английский или английский-английский. Вот, кстати, насчет, насчет этой тахикардии. Ребят, а подскажите, пожалуйста, как вы думаете, как правильно описать эту ЭКГ? Давайте вот так вот сделаем, в интерактивном формате, с обратной связью. Если что, расскажем, как правильно описать ее, какие варианты могут быть. Попробуйте сами. Ну, кстати, вот Евгений, Евгений, кстати, здесь вот написал уже. Можно так, это один из вариантов. А как еще можно? Вот, народ активизировался, что-то вижу, пишут. И еще поговорим, может быть, о помощи, конечно. Вот алгоритм описания – это тема. Это правильно. Смотрите, ребят, давайте сейчас вы понапридумывайте что-нибудь интересного по поводу ЭКГ. А потом мы разберемся, как описывать данные ЭКГ и как вообще вести себя с алгоритмами. Там есть своя терминология, описание. Вот, расскажу, покажу. Ну, расскажу, по крайней мере, это точно. Слушай, пока люди пишут, скажи, у тебя моя голова не повисла случайно на изображении? Нет, не повисла. Потому что я себя вообще не вижу. Нет, я тебя вижу прекрасно, все слышно, видно. И на экране тоже надпись, все надписи есть, да? Все надписи есть, которые я нарисовал. Слушай, у меня, видать, телега, видимо, да, телега глючит. Это с твоей стороны, Артур, наверное. Да, это телега у меня, да. Вот, тоже хороший вариант от доктора-эритмолога, товашник СВТ, из-за В, цепокная тахикардия, регулярная тахикардия с узкими комплексами, вероятно. А вот изменения боковой нижней стенки, характерной тахикардии, зависимостью, ну да. Частота, 150 минуту, конечно, будут происходить изменения в суммэндокардиальных слоях, которые изменяют потенциал действия. В свою очередь, это отклоняет СТ-сегмент ниже изолинии, да? Все верно. Связали все грамотно. Давайте тогда я предлагаю рассказать о терминологе от рентрикулярных ритмов. Какие ритмы есть, как их описать. Есть четыре разновидности групп ритмов. Первая группа – это, ну скажем так, четыре разновидности ритмов, АВ-ритмов. Первый тип – это АВ-узловая брадикардия. Частота АВ-ритма, инициации, скажем так, из атриентрикулярного узла медленней 40 в минуту. Меньше 40 в минуту. Следующий вариант – это эктопический АВ-узловой ритм. Или работа фейсмейкеров, АВ-узловой физиологических для них. Частоте – 40-60 в минуту. Ускоренный АВ-ритм – это свыше 60-100 в минуту. И свыше 100 в минуту – это АВ-узловая тахикардия. Также Орлов пишет следующие интересные моменты. Конечно, не всегда это характерно для данных видов тахикардии, но я, пожалуй, озвучу. До 139 – это не пароксизмальная, а после свыше 140 – это уже пароксизмальная, считается. Это Орлов пишет. Конечно же, иногда не пароксизмальная тахикардия, АВ-узловая, могут разгоняться и до 150. Такое тоже бывает, но это какая-то токсикологическая история. Так вот, как описывать данные ЭКГ? Смотрите, если вы точно не знаете, что там происходит, откуда этот ритм, сконцентрируйтесь на следующих параметрах. Комплекс QRS узкий или широкий? Ритм регулярный, нерегулярный. И уже тогда, основываясь на этом, можете описать регулярная тахикардия с узкими комплексами. Или нерегулярная тахикардия с узкими комплексами. Вот ваше описание. А вот АВ-УРТ и прочее, прочее, прочее – это уже частности. Это конкретно. Вы уже сужаете круг каких-то причин. Допустим, остановились на АВ-УРТ. Касательно атриентрикулярных тахикардий, как их описывать? Ну, вот так и описывайте. Атриентрикулярная узловая, реципрокная тахикардия с частотой такой-то. Электрическое сердце такая-то и другие находки, которые вы там нашли. Так и зависимые изменения. Или полная блокада какой-то ножек пучка гиса и так далее. Касательно других ритмов. Так и описывайте. Ускоренный узловой ритм с такой-то частотой. Ось такая-то и какие-то свои находки. Или АВ-узловая брадикардия с такой-то частотой безвидимой прицерной активности. Конечно же, АВ-узловая брадикардия – это тоже, может быть, какая-то токсикологическая история. Давайте мы с вами вспомним некоторые причины, которые способны угнетать физиологическую активность пейсмикеров АВ-узла. Например, гипотермия или интоксикация какими-то веществами. Может быть, сочетание медикаментов, в результате которого получается синергическое влияние, что в голову приходит. Сочетание кардиоселективных бета-аблокаторов с антиаритмическими препаратами четвертого класса, например. Вот, ну, кстати, насчет наперстянка. Здесь интересный у нее эффект. Она замедляет атрио-вентикулярное проведение. Но самая гликозиды, они могут вызывать аритмию. Вот в чем дело. И даже ускоренный АВ-ритм там замедляется, да. Атрио-вентикулярное проведение может замедляться. Но чаще всего, вот что характерно именно, вот чувствительность и специфичность для гликозидной интоксикации, это комбинированные какие-то аритмии или частая претерная тахикардия с высокой градацией атрио-вентикулярного проведения. Ну, допустим, каждый пятый претерпенный импульс попадает на желудочке. Вот так примерно. Ну, как-то я народ отлег, пока не решил свои проблемы или еще что-то рассказать вам. Ребята, дайте вопросы, закидайте меня, если есть какие-то вопросы. Пожалуйста. Нет, спасибо, Сташ. Да, у меня тут вообще была такая чехарда. Повисла полностью моя голова, я себя вообще не видел. И даже трансляцию экрана не мог сделать. Вот так вот, значит. Так, да. Расскажите, пожалуйста, про РП-штрик. Ну, давай я расскажу. О, кстати, хотел сам рассказать. Ну, давай я расскажу. Покажи лучше. Покажи, Артур. Покажи. Да, да, сейчас. Я, кстати, может быть, если есть у кого-то желание, я бы мог тоже стримчик пройти на твоей платформе, Руслан. Выберите какую-то тему, тему обсуждений. Ну, обсуждения, какой-то предмет обсуждения. Там АВЭ, тахикардии, ЖТ, там синусовые предсервные оси, что-нибудь такое. Вот можно базовое, можно что-то продвинутое. Вот. Но если вы выбираете продвинутое, тогда пусть народ тоже будет собираться с продвинутыми, чтобы одинаковая группа была. Вот. А то, если новички услышат какие-то страшные фразы, они сразу уберут. Вот. Поэтому. Можно, конечно, но я на индекс телемост. Вас всех перекину. Так. Значит, коллеги, смотрите. Вот при АВЭ узловых тахикардиях и вообще любых атеровентрикулярных тахикардиях, не только узловых, очень большое значение имеют интервалы РП. Интервалы РП, интервалы ПР. Их называют интервалы РП-штрих. Да, можно просто его называть интервалы РП, неважно. Смотрите. Это интервал от начала комплекса QR-штриха до начала зубца ПР. Это интервал РП. А интервал ПР – это интервал от начала зубца П до следующего зубца Р. Вот это вот интервал ПР. То есть, вот он. А вот этот вот, вот он. Зачем нам их считать? Зачем нам их знать? Дело в том, что при АВУРТ, интервал РП всегда меньше, чем интервал ПР. Всегда. АВУРТ. При, например, антидромной АВУРТ, интервал РП может быть больше, чем интервал ПР. При ортодромной АВУРТ, интервал РП тоже меньше, чем ПР. Но при этом интервал РП больше, чем 0,09 секунды. А при АВУРТ, если она СЛОУФАСТ, интервал РП меньше, чем 0,09 секунды. Это только при СЛОУФАСТ. Вот так. Мне кажется, нормально рассказал. Ну, коллеги, давайте вашу обратную связь по поводу объяснений. Что вам непонятно, что вам понятно. Вот, если что-то непонятно, можно дообъяснить или пойти дальше. Ну, у нас такое... Вот, Евгений. Ну, смотрите, Евгений. Это себе коллекция небольшая. Да, Евгений. Смотрите, значит, ну, первую часть вашего вопроса я уже рассказал. Вот. А вторая часть вопроса какая? Смотрите, при ортодромной тахикардии у нас импульс вперед идет через АВУЗЛ, а возвращение происходит через ДПП, да, дополнительное атриовентрикулярное соединение. Да, и все это возвращается в предсердие. Так вот, если мы при ортодромной тахикардии назначим АТФ или бета-блокаторы, да, они застопают, скажем так, АВУЗЛ и могут ее купировать, хотя нежелательно их использовать, да. Вот. Если у нас идет с вами антидромная тахикардия, то у нее все наоборот. У нее импульс вперед идет по дополнительным путям проведения, да, а возвращается он через АВУЗЛ. И если вы здесь поставите бета-блокаторы или АТФ, или веропамил, да, блокаторы кальциевых каналов, вы заблокируете АВУЗЛ, а вот этот путь не заблокируете. И поэтому все, что крутилось в предсердиях, у вас идет на желудочки. И может начаться фибрилляция желудочков. Вот и все. Поэтому... Еще раз. Извините, перебил. Да. При антидромных... При антидромных тахикардиях ни в коем случае нельзя вводить препараты, замедляющие АВ-проводимость. То есть это бета-блокаторы, это блокаторы кальциевых каналов, это дигоксин, дигитоксин, это АТФ, да, аденозин, трифосфат. Можно немножечко потушить? Или еще не закончил? Давай душни на здоровье. По-моему, вот это касается ФП-ТП на фоне доп. Волокон проведения. ФП-ТП тоже касается. Тоже касается. И антидромных, и ФП, и ТП тоже. То есть антидромных касается, да? Да, да. Любые тахикардии и аритмии, у которых импульс из предсердий идет напрямую на желудочке. А там же макроэнтери, получается, там два компонента, доп. волокно вот это проведение и атритрикулярный узел. Если мы АВ заблокируем, то получается, по идее, на предсердий не попадет. Я просто о чем... Из предсердий попадет вниз, понимаешь? Вот в чем дело. У тебя, допустим... А назад? А назад? Назад? Тут видишь проблема в чем? Блокируется автоузел, да, но назад он может не заблокировать. Вот в чем дело. Вперед он блокирует, хорошо, а вот назад значительно хуже. Ладно, хорошо, я эту информацию уточню. Все, окей. Так, все. Я просто еще вот этот вопрос поднял. Дело в том, что вроде как бы в протоколах не запрещается АТФ делать. Да и с ребятами, с коллегами из Канады тоже регулярно связь с ними подверживают, из Ванкувера. Они там как раз в педиатрической практике вот АТФом такую творят, что не дай бог. Да, да. Потому что у меня тут же есть дефибриллятор, да, и все остальные препараты, если что, я даже на ИВЛ могу посадить человека. Вот. А если, например, это фельдшер? Один фельдшер. Давай так. Да, один. Один фельдшер, да. Нет, это, конечно, АТФ страшно делать. Лучше уже что-то другое, типа амедарона сделать, и все. Покапать. Или отвезти в больницу лучше. Сказать, я там все делал, а на самом деле не делал. Просто частенько несколько ребят так делали. Они сами рассказывали, да, вену укололи. Ну что, ребятки. Переходите в следующей кардиограмме. Давай. Кстати, этому человеку сделали РЧА в конечном итоге. Вот. И можете вот посмотреть, что получилось. То есть, через НДФ он прошел? Да. ВПВ там не нашли, да? Нет, ВПВ там нет. Там просто ВУРД СЛУФАСТ, как мы подозревали. Ну, нормально. Так, хорошо, давайте дальше движемся. А то мы что-то сегодня застряли. Так. О, отличная кардиограмма. Ты такое любишь, я тоже такое люблю. Скорость 50. Такая прелесть. Да. Это прелесть. Так. Читаю анамнез. Мужчина 60 лет. Был инфаркт. Давно. Приступ тахикардии чувствует перебои в работе сердца. 60 лет был инфаркт давно. Перебои в работе сердца. Так. Коллеги. Да, коллеги, помните, мы с вами как договорились ОКГ описывать. Если вы трудно представляете, что тут происходит, посмотрите на ширину комплексов, посмотрите регулярность и можете написать регулярная или нерегулярная тахикардия с широкими или узкими комплексами. А потом уже отталкиваться от этой идеи. Ширококомплексная тахикардия с чем часто ассоциируется. Вот так. Попробуйте. Сначала от общего к часто. пытайтесь сделать так. Кстати, на самом деле у этого мужчины есть кардиограммка допроксизма. На базовом ритме. Да. Вот он. Вот он. Вот. И у него видимо по нижней стенке да, был? Скорее всего. Да. Нижние. Что-то. То ли это ось. еще. Да. Третья стандартная какой-то. Да. Там еще у него аневризма по-моему по нижней стенке еще аневризма была. Вот. так, ну и возвращаемся обратно, да. ну тут по-моему уже много-много признаков накопилось. Коллеги уже начали описывать. Да. Евгений прям хорошее описание сделал. Кстати, вот Евгений молодец обратил внимание, что здесь морфология. Морфология. Морфология чего Евгений написал? Да. Какой ножки Евгений? Левой? Левой. Но я бы не, нет, я бы тоже левой не написал бы. Правой. Конечно. Правой. Морфология блокады в кавычках блокады, конечно же, правой ножки пучка Дица, потому что положительные зубчики Р, В1, В2. Здесь суть в чем? Морфологии. Вот пишется с морфологией блокады левой, морфологией блокады правой, но это надо на самом деле для диагноза данной ТШК. Если мы пишем с морфологией блокады какой-то ножик пучка Дица, мы не подразумеваем, что там именно блокада. Вот ключевое слово с морфологией, то есть ее контуры, да, строения похожие, напоминающие, но блокады, блокады, мы разбираем с помощью алгоритмов бругада в реке, которые помогают отличить блокады или не блокады все-таки. Вот. Так, ну давай тогда ты начинай, начинай доказательную базу свою. Ну давайте начнем с того, что пациент возрастной, это раз, во-вторых, анамнез, инфаркт и появляется ТЖК, это уже характерно для ЖТ, вероятностью 90%, это уже статистические данные, источник Кеннеграйвер. Следующие данные это то, что В1 у нас достаточно такой мономорфный зубец, мономорфный зубец Р, что тоже характерно для ЖТ. Второй, это давайте третий признак, возьмем, вот покажи, покажи еще раз, мономорфный зубчик Р, мономорфный зубчик Р, значит, это у нас больше за ЖТ, так, скорость 50, да, по-моему? Да, 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 скорость 50, в третьих, здесь положительная коркондантность, то есть, что это за страшное такое слово, коркондантность? Конкордантность. Конкордантность. Короче, извиняюсь, у меня уже пора отдыхать. Я целый день сегодня лекции вещаю, и там не такие слова произношу, там и лекции по электрофизиологии у меня были. Так вот, конкордантность. это от V1 по V6 однонаправленные комплексы QRS, то есть, направленный вверх и отсутствие зубчиков S. Это все говорит в пользу, в пользу желудочковой дахикардии. Также есть еще один такой интересный признак, который на меня, я на него обратил внимание в данном случае, на ЭКГ в тахикардическом цикле электрического сердца отклонена резко вправо, по-моему. А вот на базовом ритме, то есть, на синусе ось примерно, по-моему, нормально, если не ошибаюсь. То есть, разница между отклонением ЭОС в тахикардическом цикле и на базовом ритме примерно 40 плюс градусов. Вот такая разница. И это, конечно, будет в пользу ЖТ. То есть, еще раз по-другому, если в тахикардическом цикле ось отклонена допустим, резко влево или резко вправо, а на базовом ритме она нормальная, или разница отклонения ЭОС составляет 40 и более градусов, это охарактерно для ЖТ. Вот. Насчет эритарадных зубцов П, здесь действительно что-то напоминает эти самые эритарадные зубцы П, но если прочертить вертикальную линию от, допустим, от В4, где эти эритарадные в кавычках зубчики П видны, до отведения выше, а запись синхронная, мы видим, что это часть комплекса QRS. Поэтому, если честно, мне кажется, это какая-то отсроченная деполяризация, или фрагментарная деполяризация, или замедление распространения импульса по желудочкам, ну, как-то так, как-то так. сейчас построим вот отсюда прямо от первого, да? Так. Тут уже пишут признак Бругада плюс, признак Мэриота плюс, и Сосаки тоже плюс. Да, плюс возраст, коллеги, ТШК старше 35 лет, это уже ЖТ с вероятностью 70%. Это большая вероятность. То есть, вот, коллеги, смотрите, я вам тут нарисовал, провел вертикальную линию, да, вот это вот то, что вам кажется за отрицательный P, это не отрицательный P, это часть комплекса QRS. Так, здесь Саша абсолютно прав, значит, я еще от себя что добавлю? Значит, ну, конкордантность здесь положительная, да, Мэриота признак, да, зазубрина на нисходящем колене R, вот она, она есть, это плюс, да, и возраст, конечно, с намнезом, это, да, очень большой плюс. Ну, и критерий Сосаки имеется в виду какой, смотрите, ширина зубца Q, просто огромная в АВР, да, просто огромная, Верикей, тоже здесь положительный будет, огромная ширина зубца Q, так, ну, то есть, это желудочковая тахикардия, я думаю, что здесь все правы, кто написал, что это желтэ, кстати, а если бы была операция, например, то была бы классическая морфология блокада правой ножки пучкодиса, и чаще всего, чаще всего ось не отклоняется вправо, вот, резко отклонение есть и вправо, больше, конечно, для ЖТ, по моим наблюдениям, характерно, чем для какой-то наджелудочковой, если это какая-то блокада, уже имеющаяся, имеющаяся блокада, то при купировании у нас морфология комплекса QRS такая же, как и была в тахикардическом цикле, то есть морфология комплекса QRS не меняется, а здесь она резко изменилась, и еще, вы слышите там морфология блокады, морфология блокады, и частенько некоторые коллеги пишут, ну, скорее всего, это из-за незнания, пишут следующее, ЖТ, там блокада правой ножки пучкодиса, смотрите, морфология комплекса QRS зависит не от дефекта системы Дисапуркине, а она посредована местом возникновения импульса в желудочках, местом возникновения, если в левом желудочке возникло, то там морфология по типу правой ножки, да, правой ножки, если в левом, не, подожди, если в правом желудочке, то по типу левой ножки, но это все подразумевает нечто схожесть с той или иной блокадой, но не подразумевает дефект проведения. Вот, коллеги, если понятно, плюсики поставьте. Да, если понятно, плюсики ставьте, и мы движемся дальше тогда. Так, ну все, тут уже расписали полностью. Да, надеюсь, я не загрузил никого. Ты можешь это сделать, да. Ну, мне кажется, как можно проще, а там уже на народ ориентируюсь, если понимают, окей, не понимают, еще раз объясняю как-то. Ну, да, это правильно, ориентируемся на народ. Так, так, вот, видишь, нам пишут отличный стрим. Так, коллеги, следующая кардиограммка, давайте будем смотреть, тут я ее немножко увеличу и подрежу, потому что здесь кое-кто забыл удалить паспортные данные. Так, не будем показывать пальцем, хотя это был слоненок, да, хотя это был я. Так, ну, ладно, погнали. Значит, вот такая кардиограмма. А я уже понял, что здесь, а я уже знаю, что здесь, но я ее первый раз вижу, если что. Ну, предположение есть. Вот, скажу честно, предположение, я потом все озвучу. Да. так, это скорость 50, здесь жалобы на чувство сердцебиения, опять же, вы блокады первой степени, полная блокада правой ножки ЖТ. Все вместе, все в одну кучу. Друзья, ну, мы же с вами договорились. Ну, ладно, потом еще раз объясню. Саша, Саша пытался вам объяснить, что при желудочковых тахикардиях не бывает блокад ножек, потому что импульс рождается в одном из желудочков. Ну, может быть, она есть, но она же не видна своя вкусная ЭКГ. когда мы о блокадах ножек по ЭКГ судим, когда? Когда у нас импульс идет сверху вниз и какая-то одна из ножек заблокирована, мы можем ее увидеть. А когда у нас импульс рождается в желудочке, даже если она заблокирована, мы этого не увидим. Вот, ну, что у нас импульс путешествует из одного в желудочек в другой. Вот. Поэтому некорректно, да, некорректно говорить ЖТ плюс блокада там правой ножки. грудные, пожалуйста. Вот, грудные. Ну, я уже тоже знаю, да, что это такое, да, здесь. Фильтрации, я смотрю, фильтры высоких. Здесь все фильтры, да. Здесь 0,67 до 100 Гц, это почти весь диапазон. Ну, да, пропускная способность биосигнала достаточно хорошая. И режекторный 50. АПТ это режекторный, да, не так обозначает? Да. Интересно. Унифицированные все эти названия фильтров. Где-то АС пишется, АС, ну, там своя певиатура, кстати, есть. По фильтрации, кстати, есть интересная лекция по фильтрации, тоже могу прочитать. У меня отличный материал есть, гайды, как этим всем пользоваться, безобразием. Мне помогли ребята-инженеры, многое объяснили, рассказали. Кстати, любые ширококомплексные ритмы, в плане очень ширококомплексных ритмов, как я их называю, а именно свыше 150 миллисекунд есть две причины этому. Нет, хотя есть три причины. Вот, смотри, видишь, как зафильтровали народ. Интересненький. Ну, ладно, если что, сориентируемся, скопируемся, если Артур не будет противодействовать моей деятельности. сделаем, конечно, сделаем. Конечно, да, без проблем. Фильтрация, если что, даже практикум такой устроим, дам вам порой КГ, там будут фильтры, вы прошифровываете, что там. Кстати, фильтры могут интересные эффекты еще создавать, элевация СТ-сегментов, бургадоподобные изменения, там, такие случаи есть бургадоподобных изменений. Ну, да, кстати, что гиперколемия, это уже клинический диагноз, ну, лабораторный, да, есть дело такое, согласен, но есть тоже некоторые изменения, которые могут напоминать, или, скажем так, напоминать, что, а вдруг там гиперколемия, еще отличный, вот отличнейший тоже вопрос, но, но, обычно из таких кардиостимуляторов, если бы тут фильтр низких частот стоял бы с частотой среза меньше 35 Гц, или ниже 40 Гц, он бы спайки все сжирал со страшной силой, так как спайк, он в высокочастотном диапазоне, вот, то есть, ниже. насчет сразу на будущее, вот, спрашивают, есть ли тут ЭКС, тут ЭКС нету, сразу, да, это не ЭКС, по морфологии комплексов видно, это не ЭКС, конечно, так, ну, давай, расскажи нам, что ты тут видишь, потому что у меня тут еще кардиограмма есть, давайте я расскажу, вижу, что ширококомплексный ритм, сейчас частотой, 50, да, посчитаем, раз, два, три, четыре, пять, 120, по идее, минуту, значит, ширококомплексный ритм, частотой 120 минут, электрическая ось сердца, отклоненная резко влево, я по АВЛ и по АВР определил, резко влево, в высокие зубчики Т, ну, это уже не описание, это уже так, мои комментарии, без видимой прицелной активности, ну, приблизительно это глобальное замедление проведения, связано а, гиперкалимия, б, острая интоксикация ингибиторами натриевых каналов, или, или какая-то далеко зашедшая, не специфическая, желудочковая блокада, хотя такое редко бывает, но, скорее всего, это какая-то токсикологическая история или гиперкалимия, у меня все. да, то есть, ты думаешь, ты думаешь, что это не, так, а хочешь сказать, что это инфаркт? Нет, я не хочу сказать, что это инфаркт, я думаю, что это желудочковая тахикардия, медленная. 2, 3, 4, 5, как один из вариантов, тахикардия с широкими комплексами можно написать, либо ритм с широкими комплексами, может быть, может быть, морфология просто очень напоминает, ну, как коллега сказала, гиперкалимия, это что, клинический диагноз, она права. Да, да, она права. Смотри, смотри, здесь у нас, во-первых, электрическая ось здесь вертикально вверх, ну, минус 90 градусов, да, а ВР, АВЛ, они одинаковые, да, здесь получается. А вот, что еще? Здесь очень, В1 комплекс по типу QR, да, при том, что зубец Q очень широкий, с зазубринами, да, вот он, QR, вот это ведь R получается, да, вот это вот, широкий такой. Ну, да. Вот, и получается, в 6 у нас преобладает зубец S, на зубцом R. А посчитай RS. RS на DIR? Да, 100 миллисекунд и меньше, меньше 100 миллисекунд. Ну, здесь меньше, но это тоже, знаешь, не такое уж показатель. Меньше 100 миллисекунд. Вот, да, почему я прогнал по некоторым критериям, почему я немножечко за гиперколимию подумаю, позвольте тоже обосновать, здесь ширина комплекса QRS чуть больше 150 миллисекунд, да, при JT, кстати, и особенно, если импульс зарождается где-то вне системы гидсопоркиния, ближе к свободным стенкам левого, а то и правого желудочка, то, действительно, комплекс будет очень-очень широкий, но, одна из, вот, несколько причин, которые я перечислил, но здесь нужен клинический контекст. Вот, это ключевое слово, я не устану повторять, коллега сказала, гиперколимия, клинический диагноз, ИКГ вообще здесь, она интерпретируется таки в клиническом контексте, но я бы еще думал о гиперколиемии, конечно же, о гиперколиемии. Да, так одно другого не исключает. Да, ИКГ тоже может быть из-за гиперколиемии. Из-за гиперколиемии может быть ИКГ вполне, то есть, как бы, не забывайте, что здесь мог быть и идиовентрикуляр, который просто ускорился до желудочковой тахикардии, да, никто ведь не отменял этого. То есть, мне кажется, что вот критерии здесь вполне тянут на именно ритм из желудочков. Но частота нам, мы не можем уже называть его ускоренным, да, желудочковым ритмом. Мы можем называть его уже, как бы, желудочковой тахикардией. А какая у него причина, то есть, это гиперколиемия и это другая причина, блин, да какая разница, по сути. Ну, идея о том, что для ЖТ еще, что характерно, это медленный начальный R. Я что, за гиперколиемию сразу подумал. А вот в АВФ, в В3, как-то, Эрики, ну, плюс-минус узкие, там 40 миллисекунд ширина будет. То есть, импульс, ну, не знаю, если честно. Мне что-то кажется, здесь, ну, ладно, давайте, так, компромиссное КГ заключение, тахикардией с широкими комплексами, либо ритм, регулярный ритм с широкими комплексами, с частотой 120 минуту. Опять же, смотри, в АВР кушка очень широкая, опять же, да? Ну, да, 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 я вижу эти моменты, да. Ну, опять же, ну, ладно, если инфарктов там не было, давайте не будем вот эти все дела подать. Не было, ладно, а вот конец этого случая, известен результат? Нет, к сожалению, мне не написал результат, коллега, но у них тоже был спор, ЖТ это или нет, но у них был спор, типа, ЖТ это или фибрилляция предсердий, или трепетание предсердий, вот такой был спор. Ну, не-не-не, там вряд ли фибрилляция предсердий, если честно, мало верится в это. Я тоже думаю, что да. Вот Зоя задала вопрос, смотрите, если свыше 40 миллисекунд зубец Р, то это означает, что импульс распространяется вне системы ГИСа-Пуркинье, где о том, что как импульс над желудочкой распространяется, он через атривентрикулянный узел, пучок ГИСа, дальше бифуркаться на две ножки и в желудочке попадает. И по идее начальный Р должен быть достаточно-таки узкий, то есть уже 30-40 миллисекунд. Но если он шире, то либо это тотальное, глобальное замедление внутри желудочка, а именно замедление системы ГИСа-Пуркинье, по системе ГИСа-Пуркинье, либо это какая-то над желудочкой атакикардия. кстати говоря, она заблокирована, а другая не заблокирована. Да, прости, что перебиваю. Ты сейчас упомянул медленное возбуждение Мудизубец-Р. Есть ведь как он называется, ультрапростой критерий Бругада, который нам говорит, что если во втором стандартном отведении от начала комплекса КРС, да, то есть сейчас линию нарисуем, вот отсюда до пика зубца Р больше 50 миллисекунд, 50 или больше, то это желудочка атакикардия. Здесь сколько? Здесь около 40. Да, здесь 40. То есть тут спорный момент. Я же эти все критерии прогнал, прежде чем говорить, ну по крайней мере некоторые из них. И Мафологин как-то напоминает, что я состою в блоге Анны Юрьевны Черняковой, это гиперкалиемия блог ориентированной, скажем так, мы часто там видим эти пленки с гиперкалиемией. Слушай, я тоже есть в этом блоге, я тоже знаю, что Анна Юрьевна любит калий. Да, и она мне подарила целую коллекцию этих пленок верифицированных. У меня тоже есть пленки и человек, который тоже любит калий, и он мне присылает все эти пленки с калием. Но мы же здесь рассматриваем разные варианты. Да, я не отрицаю, не отрицаю, что это может быть гиперкалиемия, скорее всего, она здесь есть. Но и плюс к этому не обязательно при ЖТ может быть положительные все признаки. Ну да, тоже верно. Особенно если септальная ЖТ, там вообще отдельный разговор. Да, Евгений пришел компромиссный вариант на границе между ускоренным идеовентрикуляром и ЖТ причиной гиперкалий. Все в одно. Ну, Евгений он решил объединить все наши мысли в какую-то более-менее... Евгений вы, наверное, дипломат Евгений дипломат. Да, скорее всего, мне тоже так кажется. Дипломатично поступил, молодец. Так, ребят, давайте... А, помощь. Тут за помощь, кстати, хотят помощи оказать. Смотрите, если это гиперкалиемия, то это диализ. Это диализ. Если это гиперкалий. Если это ЖТ, то у вас два только препарата. гемодинамика. Да, то есть, если у вас цифры по нолям, сознания нет, то, ну, тогда это электричество. Синхронизировано. Да, а если у вас как бы, ну, гемодинамика, более-менее ничего, и больной даже с вами немножко разговаривает, то можете попробовать один из препаратов, которые влияют на желудочковую проводящую систему. это или амидарон, или это лидокаин. Вот, то есть, можете так. Так, давайте еще одну диаграмму посмотрим. Ну, только не навокайнамиды, не препараты, замедляющие фазу 0, потому что там они так будут замедлены. Да, Давайте еще одну успеем посмотреть. Давайте еще одну. Сегодня много времени у нас, к сожалению, потерялось. Кстати, ну да, если гиперкалимия верифицирована. Ну, я думаю, от глюканда кальция сильно ничего не будет, главное, мышцы вы не делаете только. Да, да, кстати говоря, мышцы не надо. Да, что уже когда-то было такое, причем из чатика какого-то. Вы что, ребят, извините, конечно, я все понимаю, реально, но вы поехали, что ли? То глюкозу 40% один сделал, то глюканат. Так, смотри, значит, анамнез. У пациента в анамнезе инфарктный харт был, фибрилляция предсердий, полная блокада левой ножки пучка ГИСа, готовятся для установки ресинхронизирующей терапии, то есть бивентрикулярной стимуляции. Вопрос, как можно объяснить зазубрины, которые похожие на спайки, но у него еще ЭКС не стоит? Ну, можно объяснить, я могу объяснить. Вот, и еще вопрос, считаете ли вы, что здесь может быть арборизационная блокада? Вот, такие вот вопросы доктор задал. почему здесь зазубрины похожие на спайки и может ли быть это арборизационной блокадой? Страшные слова сказал, но я понял, в чем имеется в виду. Да, я знаю, что такое арборизационная блокада, немножко устаревший термин, но главное, чтобы мы его понимали. Да, мы все понимаем его, если что, объясним коллегам. Да, я объясню, да, и покажу даже, у меня есть пленки моих больных, у которых были арборизационные блокады, не все хорошие. Замечательно, посмотри, я бы тоже посмотрел, у меня просто нет таких. Все, я тебе покажу, и всем вам покажу. Давай сначала по ЭКГ, тогда сразу. конечно, давайте по ЭКГ, ритм, ЧСС, давайте, и уже по комплексу Кюреэс, или сразу по комплексу Кюреэс уже пройдемся, ответим на вопрос доктора. Так, Евгений, я думаю, что здесь конкретно арборизационной блокады нет, а вот почему ее здесь нет, я отмечу, ну, расскажу дальше. Я думаю, что здесь не зря человеку хотят поставить два стимулятора, да, один в правый желудочек, другой в левый, потому что здесь крайне большая ширина комплекса Кюреэс. Конечно, сначала один желудочек сокращается, потом другой. Представьте, что с гемодинамикой будет. Да, слушай, здесь похоже 200. Я вообще, сначала, когда увидел первый раз это ОКГ, подумал, это опять гиперколемия какая-то это мне подсунул. Да, но я потом начал приглядываться, а потом, нет, что-то как-то широкий, но опять же, опять же, не очень. Стэн нормальный, да, какой-то? Помните три причины, которые я озвучил? Гиперколемия, острые ингибиторы, кочингибиторы натриевых каналов и далеко зашедшая блокада. Помните три причины? Вот думайте об этих трех причинах, если видите очень широкий комплекс ФГРС и анамнестические сужайте круг этих причин. Друзья, тут в анамнезе уже есть ФП, то есть тут не надо думать по поводу ритма, здесь уже как бы у человека ФП давно. И гиперколемии нет тоже, я как понимаю. Да, да. А еще здесь есть, нет, наверное, нет, это дискорнатные изменения, я что-то хотел сейчас сказать, а хотя может и быть, может и быть анаборизма левого желудочка, скорее всего. Вполне она там может быть, да, вполне она может быть, но сложно судить, сложно судить. Вот, кстати, хорошее ЭКГ заключение, если вы, опять же, затрудняетесь описать это. Ритм не синусовый, широкий, комплексный, нерегулярный, но, скорее всего, начальство отраска конкретику потребует, это я вам точно говорю. Можно так, знаешь, дойти до того, что написать это ЭКГ. ЭКГ сняли, сняли, молодец, все, расходимся. Так, ну, тут, я думаю, понятно, насчет фибрилляции предсердия, здесь уже диагноз стоит, здесь не надо мудрствовать лукаво, полная блокада левой ножки, у него тоже уже стоит этот диагноз, и он у него подтвержденный, да, и вообще, ну, вот здесь Евгений уже написал, что ему хотят ставить ресинхронизирующую терапию, потому что у него фракция меньше 35%, да, это понятно, но одним из показаний к установке бинтрикулярной стимуляции, да, это является ширина комплекса КОРС больше 160 миллисекунд на основном ритме, и вот здесь вот, если мы посчитаем, да, то у нас получится, что ширина-то огромная, 10 клеток, 10 клеток на скорости 50, это 200 миллисекунд, то есть это однозначно надо этому человеку ставить ресинхронизирующую терапию. Ты обещал рассказать, почему полоски похожие на спайки, да. Смотрите, коллеги, во-первых, здесь очень замедленное внутрь желудочкового проведения, действительно, блокада по типу левой ножки пучкогиса, напоминающая, ну да, действительно, похоже на левую ножку пучкогиса, но в чем здесь дело? У пациента несколько инфарктов, по-моему. Да, похоже, что несколько. Да, 100% несколько. И инфаркт сам по себе создает рубец, но рубец он не гомогенный. Что это значит? Рубцовая ткань не состоит только из сплошного рубца, там внутри рубца много дорожек физиологически измененных, волокон, которые тоже могут даже импульс проводить. Так вот, несколько инфарктов, диффузное замедление внутрь желудочкового проведения, может быть там и дилатационная кардиомиопатия, есть же такие ишемические дилатационные кардиомиопатии, особенно перенесенные. Да. Вот. Терминальная дилатационная кардиомиопатия, я честно не знаю, я сейчас наугад просто сказал, может быть есть, может быть нет. Она как раз вызывает тотальное замедление внутрь желудочкового проведения. В результате импульс проходит зигзагами, и вот эти зигзаги или замедления, или отсроченные деполяризации где-то там, где-то там деполяризировалось, неравномерно деполяризировалось. Вот это и вызывает, неравномерное проведение вызывает зазубренный. Зазубренный. Это называется фрагментация комплекса QRS. И описывается как FQRS в таких то отведениях. Фрагментация комплекса QRS. Чем это опасно? Это опасно тем, что могут возникнуть желудочковой аритмии из-за рентри. Так как в сердце у нас негомогенно по проведению часть сердца деполяризировалась, часть сердца еще не деполяризировалась. Вот такая неравномерность в деполяризации при том, что у нас могут закрутиться рентри. И он может уйти в полиморфную желудочку тахикардию или просто в мономорфную или вообще в фибрильную. Вот так. А если там дилетация еще, ну это один из поддерживающих факторов, который переведет неустойчивую ЖТ в устойчивую ЖТ. Там нужны определенные факторы. Бывает ЖТ просто постреляло и до свидания. А есть определенные с вашего позволения скажу засранцы, которые могут пролонгировать вот эту ЖТ на устойчивый период. Один из них это перенесенный инфаркт. Вот так вот. Как-то так. Спасибо. Спасибо, Саш. Вообще все рассказал. Мне тут по этому поводу добавить нечего. Просили рассказать про арборизационную блокаду. Значит, смотрите, в таких учебниках, как Дощицын, в таких учебниках, как Орлов, рассказывал про арборизационную блокаду, что это такое. Это блокада волокон Пуркинье. то есть когда у нас не подходит возбуждение желудков уже на самом последнем уровне, на самом последнем этапе. И когда это происходит? Это происходит, когда есть очень тяжелое повреждение миокарда. Это может быть тяжелый трансмуральный инфаркт, это может быть тяжелый нелеченный миокардит, это могут быть тяжелые травмы сердца, например нож в сердце воткнули или там железную пруд в сердце воткнули. Тяжелое поражение миокарда прям от слоя до слоя, от эпикарда до эндокарда. Что еще это может быть? Это могут быть разрывы миокарда. Сейчас я вам покажу кардиограмму, это был мой пациент. Сразу говорю, что если вы видите на кардиограмме арборизационную блокаду, ну можете как бы готовиться уже к реанимации, вызывать священника, заказывать грузовик с досками и так далее. То есть как бы шантов немного. Чем характеризуется арборизационная блокада? Она характеризуется низким вольтажом комплекса QRS очень низким вольтажом. То есть там буквально до 5 миллиметров. Второе. Снижена двухфазность комплекса, то есть он будет или вверх смотреть, или только вниз. То есть двухфазности не будет. Вот этот больной. Смотрите. То есть здесь комплекс QRS смотрит только вверх. Отрицательной фазы нет. Видите? И смотрите, вместо зубца S здесь будет много-много-много мелких зубчиков. Вот это и есть арборизационная блокада. Здесь у человека случился трансмуральный инфаркт и потом разрыв миокарда. Вот он умер в машине через 15 минут. Мы ничего не смогли сделать. Вот так выглядит арборизационная блокада. Вот Саш, ты видишь? Да, вижу. Я своего пациента тоже вспомнил. К сожалению, тоже умер мужчина. Ну, 95 лет было. У него нижний инфаркт. Они отказывались ни в какую госпитализацию. при этом у него по-моему на вторые сутки острый отек легких развился. Я как подозреваю там аукультативно понял, что там развился острый метральный порог из-за нижнего инфаркта отрефт. Забыл. Из головы сейчас вылетело. В общем острый порог метральный возник. Вот тоже не разрыв конечно миокарда, но все же. Все же. Печальная история конечно. Да, конечно вряд ли что-то можно сделать с такими пациентами. Вообще кстати такие фрагментации они ни к чему хорошему не предрасполагают. Это всегда риск внезапной сердечной смерти. Всегда. фрагментации вы видите какие-то фрагментации в третьем стандартном отведении и только в третьем это может быть у молодых вариант нормы. У меня тоже такое есть, но у меня точно все я уверен что там все хорошо я обследую все регулярно. А вот если вы видите от V1 по V6 вот то что на предыдущей пленке было вот это да беда и такие вот фрагментации они могут напоминать как раз спайки. Да. Так ну что ж тогда на сегодня у меня больше кардиограмм нет. Саш спасибо тебе огромное что сегодня в Готи пришел во-первых во-вторых открыл меня из-за моих технических нескладок спасибо тебе огромное вот приходи еще приходи еще вот коллеги спасибо вам огромное за то что сегодня проявили пение еще раз прошу прощения у меня сегодня прям вообще весь день не мой у меня сегодня сдохла камера через которую вы смотрите сейчас сдохла лапа за спиной телега меня сегодня подвела два раза меня выкинуло из трансляции пока пока Саша говорил вот я пытался вернуться обратно может быть это было не совсем заметно вот но тем не менее благодаря Саше вот мы сегодня с вами более или менее смогли нормально пообщаться вот спасибо всем большое если вдруг захотите меня отблагодарить я оставлю реквизиты под видео которое выложу до трансляции если захотите отблагодарить Сашу переходите на его канал у него есть канал про ЭКФ коллегия он сейчас там развивает его читайте книжку Сашину про тахикардии с широкими комплексами это вообще просто огонь я ее уже прочитал на два с половиной раза вот все еще нахожу что-то новое для себя вот ну что ж всем спасибо всем счастливо увидимся в стримах увидимся в видео все всем пока спасибо всем до свидания ребят пока 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 Продолжение следует...